Октябрьским предпринимателям разъяснили механизм реализации социальных проектов в сфере образования через Акционерное общество, Финансовый центр, Министерство образования и науки. В частности, речь шла о строительстве и реконструкции студенческих общежитий и частных школ, а также о новом продукте накопительного страхования жизни. О выплатах от государства рассказали подробнее на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций. На сегодняшний день в стране имеется большой дефицит студенческих мест в общежитиях и вопрос дефицита имеет актуальность для всех регионов. Так, по республике имеется потребность в 62 тысячах мест в общежитиях. По Актюбинской области этот показатель составляет 360 койко-мест. Для решения дефицита места в 2018 году был разработан механизм размещения государственного заказа, предполагающий широкое участие частного сектора. По словам представителя финансового центра, частный застройщик в лице инвестора, учебного заведения либо предпринимателя, за счет собственных средств осуществляет ввод объекта. При успешном вводе государство осуществляет размещение целевого государственного заказа. Здесь необходимо отметить три важных параметра. Первый – это принцип размещения. Выплаты будут… Госзаказ будет размещаться за факт проживания студентов. В каникулярный период будет фиксироваться последний месяц проживания студентов. Второй – это срок размещения госзаказа. За строительство выплаты будет производиться в течение шести лет, при реконструкции – восемь лет. И сами выплаты – это 195 мрп при строительстве. При реконструкции выплаты составляют 47 мрп за одно койко-места в год. И, к примеру, на 100 койко-мест, если общежитие будет вводиться, то за строительство выплатят порядка 400 млн. тенге. Если же это реконструкция, то за 100 койко-мест за 8 лет государство выплатит порядка 130 млн. тенге. Что касается строительства и реконструкции частных школ, то методикой подышевого финансирования определен норматив, который состоит из двух видов. Первое – это возмещение инвестиционных затрат за строительство, либо за реконструкцию объекта. При новом строительстве школы за одного фактически обучающегося ученика в течение 8 лет будет выплачиваться 96 мрп. При реконструкции здания, то есть если имеется действующее здание с другим целевым назначением, там торговый дом, гостиница, офисы, при его реконструкции с изменением целевым назначением положено 47 мрп в год. Второй вид выплат – это подушевое нормативное финансирование за организацию образовательного процесса, то есть за обучение детей. Он составляет в среднем по Казахстану 590 тысяч тенге. В каждом случае индивидуально он рассчитывается, потому что зависит от нескольких факторов. По текущим подсчетам дефицит составляет более 270 тысяч ученических мест по республике. При этом потребность в Актюбинской области составляет более 16 тысяч ученических мест. Кроме того, на пресс-конференции рассказали о новом продукте накопительного страхования жизни «Белинлайф». Этот продукт позволит накопить необходимую сумму на обучение своего ребенка в УЗИ как в нашей стране, так и за рубежом. Каждый родитель сейчас уже задумывается о том, чтобы дать образование ребенку, поэтому наша компания помогает им в этом. С поддержкой государства. Премия от государства в данном случае выплачивается в размере 5%. Если это многодетные семьи, там дополнительно выплачивается 7%. Наша компания выплачивает по данным видам страхования, по договорам, до 8%. В итоге клиенты получают 13-15% годовых по накопительному страхованию. По окончании срока ребенок получает данные средства путем перечисления в учебное заведение. Главное достоинство этого продукта заключается в наличии защиты для застрахованного родителя. Ведь на весь срок страхования клиент защищен на случай инвалидности или ухода из жизни по любой причине. Поэтому клиенты страховой компании могут быть уверены, что их дети по программе Belem Life гарантированно получат всю сумму к моменту поступления в ВУЗ.